Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме инвесторов Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем передачу инвестиционной идеи. За сегодня, 15 мая 2020 года, пятница, всех поздравляю с успешным окончанием этой недели. Я в нем уже не сомневаюсь, и до окончания всех поздравляю, потому что мы работаем активно, много, старательно, успех просто неизбежен, друзья. Только так и настраиваемся каждое утро перед выходом к монитору нашего компьютера. Ну что, коллеги, давайте посмотрим, что нам говорят фундаментальные технические анализы, и примем решение, как нам торговать сегодня. Этим мы и занимаемся каждое утро в последние 6 лет все вместе. Давайте посмотрим, что говорят нам звезды техническим анализом. Евро-доллар вчера вниз, сегодня явно отбивается наверх. Идем в узком торговом диапазоне, ждем евро наверх. Цель сегодняшнего дня – 1,0845, коллеги. Вчера было явное движение вниз, сегодня, мне кажется, настолько же явное наверх. Фунт, коллеги, а вот фунт удивил. Я думал, вчера будет больше отбоя. Он не очень-то собрался вчера сходить наверх. Неужели сразу двинется вниз? Все идет по нашему плану, пробой. Практически очень слабый ретест и движение вниз. Вот это меня смущает, что не было ретеста. Как-то нет у меня уверенности. По техническому анализу должен быть ретест, друзья. Поэтому фунтик я сегодня продавать не буду. Еврик покупаю, поскольку тут одна история, торговый диапазон. А здесь, может быть, даже рискнуть купить фунтик, чтобы сделать ретест, все-таки убедиться в этом. К тому же вся неделя падающая. Может быть, кто-то захочет и зафиксить свою прибыль. Доллар, японская иена, друзья. Но тут тоже, мне кажется, очевидно. Ударили вверху сильную зону сопротивления. Проторговка вниз. Да, что-то сегодня звезды встали против доллара, коллеги. Та же история и с доллар-франком. Вчера закрылись плюсы. Сегодня явно-явно смотрим вниз. Давайте посмотрим. Да, доллар-франк вниз. А канадский доллар, он и вчера снизился, и сегодня. То есть, считает рынок, что ударились уже вверху, не доходя. Но явно доллар-канадец смотрит вниз. Да, и целью здесь 1.38.78. Да, достаточно большой путь можно пройти. Австралиец вчера ударился в поддержку, сегодня растет. Слушайте, сегодня день технического анализа. Сегодня доллар можно продавать хоть почему. Вот тут явно же австралиец надо брать. Ударились, вернулись и явно хотим наверх. Цель по австралийцу 0.6558. Доллар-турецкая лира. Все пробил, все, что можно пробить, тоже вниз. И ближайшей целью можно обозначить 6.8108. Да? Слушайте, как-то все слишком явно. Нас тут не заманивают никуда. Коллеги, доллар снижается, фонда наконец-то должна все-таки пойти на этой теме наверх. И техническая предрасположенность к этому есть, так скажем. Пробой вниз, ударили в поддержку, отскок. И сегодня пытаемся отрасти. Да, 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 видим наверх. Цель 11.259 выглядит, так сказать, очень заманчиво. Американская фонда S&P 500 также, фьюджи, друзья, лезет наверх, также сходили вниз, вернулись и лезем наверх к цели 29.62. Золото пробивает, смотрите, как уверенно пробивает. Идет наверх, да, то есть все решили потоптаться на доллары. И другие валюты, и фонда, и металлы. Золото наверх, однозначно. Серебро наверх. Оба у нас стейк профит вчера сработал. А помните, я вчера покупал серебро. О, кучу бабла поднял, 7 долларов 43 цента. Тейк профит сработал, пожалуйста. Вот какой я молодец. И уходит серебро еще выше. Замечательно просто. Вот. Нефть. Нефть, друзья, удивила. Мощный рост. Сегодня не менее мощное продолжение. Речь идет обо всех контрактах. Причем контракт, который мы рассматриваем. Контракт июньский WTI в моменте 28.44 вижу дальше. Контракт июньский, он мощно, как прошел вчера, тоже вижу выше. Он растет и вижу выше. И бренд тоже удивил вчера. Мы ждали его вниз, потому что каждый день мы откатывались вниз. И даже обсуждали эту тему вчера подробно. С четверга обычно день продолжения тренда. А он не то, что не день продолжения тренда. Не то, что не откатил, а стрельнул под закат дня, как чумачечий, на 2 доллара 7 центов. Вот вам. Все учебники, друзья, по техническому анализу, а сейчас мы через минуту выясним, что и по фундаментальному, надо выбрасывать. Ничего не работает. Вообще ничего не работает. Рынки хотят, как хотят, так и гуляют. 32-30 бренд, замечательно. Ждем наверх дальше. Газ отрастает, но гораздо скромнее. В моменте 1,692 верю, верю в дальнейший рост. Китайский юань, коллеги, здесь доллар доминирует, продолжает, смотрите как. Не могут здесь отбиться китайские коллеги, но это из-за новости, которые мы сейчас обсудим. Я бы не покупал пока. Общее снижение доллара отразится и здесь. Тем более, что доллар-рубль, посмотрите, у нас снижается. Я думаю, что, кстати, продажа доллара китайский юань вполне себе тема. Вполне себе тема. 0,01 лота. Да, вы скажете, он растет, куда продавать. Но если он снижается в целом, то рано или поздно и здесь новость отработает вниз. Я рискнул, друзья, продал доллар китайский юань, поставил тейк профит вот сюда куда-то на 225 пипсов. Скромненько так, по четырех знаков. Скромненько так, на мой взгляд, должны вернуться. Если ломают доллар по другим инструментам, то и китайская валюта должна последовать за общим трендом. Тем более, что причина этого чисто фундаментальная. И мне кажется, она уже отработана. Итак, в чем же причина, кстати говоря, и почему вчерашний день был удивительным? Ну, прежде всего, обращаю ваше внимание, что выступил Дональд Трамп и допустил полный разрыв отношений США с Китаем. Он сказал, что это позволит сохранить 500 миллиардов долларов для США. Первая причина в том, что он недоволен, как Китай отреагировал на распространение коронавируса. Ну и так далее. Большой перечень претензий, которые мы многократно обсуждали. Я, честно говоря, думал, что нефть завалится на этой новости. Нет! Нефть продолжила рост. Продолжила рост. Идея какая фундаментальная? Что если такое обострение отношений, экономики останавливаются, а нефть падает. Уж почему в этой ситуации все стали брать нефть? Я не знаю. Только исходя из логики, что во время войны нефть растет. Вот только такая логика. Что уже до такого мы дошли, что ли? Ну, это, коллеги, серьезная очень тема. То, что на обострение отношений США к Китаю выросла нефть, это очень серьезная тема. Это чревато серьезными проблемами в отношениях вообще мировых. Такое впечатление, что все начали закупать нефть и к чему-то готовиться. Говорят, что вторая причина роста нефти заключается в том, что Международное энергетическое агентство МЭА пересмотрело прогноз по снижению спроса. Ну, я не знаю, это было сделано, да. Но предположили, что спрос снизится не на 9,3 миллиона баррелей, до 8,6 миллиона баррелей. Вот. И, ну, не знаю, мне кажется, на такое мощное движение на нефти вот эта новость вряд ли бы оказала на такое влияние. Хотя можно спорить, а может быть, просто здесь получился кумулятивный эффект. Две новости вышли, и прямо сразу бух и рванул. Далее, друзья, Bloomberg назвал заработавшего на отрицательных ценах на нефт трейдера. Это компания BB Energy. Они приобрели 250 тысяч контрактов 20 апреля, майский фьючерс, по минус 37. Вот. И заработали кучу денег, 9 миллионов долларов, пишут здесь коллеги. И плюс нефть на поставку бесплатно. Естественно, нефть они получили. И они в чем, так сказать, им повезло, что они сначала нашли хранилище для нефти и туда как бы ее залилили. То есть молодцы крутанулись, что. Поняли, что надо сначала найти тару, а потом взять по минус 37. Ну, закрыли их, видимо, по там 10. Вот. А может, они раньше закрылись. Ну, вот им сумму 9... То есть они заработали за несколько часов сумму плюс 9,4 миллиона долларов и плюс еще 250 тысяч баррелей нефти на халявку им капнуло. Ну, то есть подняли капитально парни. Крутанулись. Так вот, меня что тревожит, что целый ряд имен крупных говорят, что вот заработали на этом. Ну, вот, например, известный инвестор миллиардел Карл Айкан говорит, что в Блумберге он давно уже сказал, что мы получили изрядную сумму после падения этих цен, тоже, значит, с нуля, с минусовой точки покупали, заработали кучу денег. У меня вопрос. А, да, и вот здесь очень важно. Блумберг отмечает, что по цене минус 38 долларов за баррель WTI было зафиксировано несколько десятков сделок. У меня вопрос. А наймик случайно не адресно сработал на американских миллиардерах? Нет? Ничего там? Никакого корпоративного сговора не было? Там все по-честному? Что мы с вами не смогли принять эту цену? Вот. Потому что боялись, что минус 38, а будет минус 380. А то, что миллиардеры брали, они, видимо, знали, что не будет минус 380. То есть, ни у кого тут, так сказать, никаких коррупционно-емких идей не возникло? У меня, например, вообще нет сомнения, что намекс договорился с миллиардерами, крутанулись, ограбили весь мир, миллиардеры заработали денег, ну и, видимо, правильно поделились, я так думаю, коллеги. Поэтому бросите вы тему хаоса. Какой хаос? Вот уже, когда выясняется, кто поднял бабки. Сейчас было бы очень интересно узнать, а кто эти все несколько десятков сделок сделал. Тогда бы все стало еще более понятнее. Не используйте вы слово хаос в отношении рынка. Далее, коллеги. Тоже международная новость. Буквально 20 минут назад я завершил свое выступление на международной онлайн-конференции, которую организовал университет Хебейский, педагогический университет. Не надо путать Хубейский, это другая провинция, Хебейский. Большой университет, 40 тысяч студентов, 3 тысячи преподавателей. И вот они заинтересовались современными онлайн-коммуникациями. Я рассказал про интерстрим, естественно, особенно про то, как легко можно перейти от вещания на ограниченную аудиторию к вещанию на неограниченную аудиторию. Обсудили мы разные темы. Но в частности, они используют активно скайп, зум. И они искренне удивились, что нельзя назвать ни в скайпе, ни в зум кнопку и не вывести вещание на сайт. Я говорю, нет, попробуйте понажимать. Все понажимали на свои скайпы и зумы и говорят, да, прикольно. В общем, вот эта вот легкость перехода из вещания на ограниченную группу к вещанию на неограниченную группу лица, то есть переход от трансляции к широкую вещанию, очень понравилась китайским коллегам. Так что сейчас мы с ним будем обсуждать возможное продвижение интерстрима в китайских университетах. Далее, коллеги. Что хорошо, кстати, у них-то уже времени много, а вот я до эфира выступил и, так сказать, никто ни от чего не отвлекался. Это здорово. Далее, друзья. Российские новости. Почти треть российских компаний увидели угрозу собственного банкротства. Свыше половины предприятий не защищены антикризисным мораторием на банкротство. Друзья, ну вот треть экономики мы, наверное, и потеряем, я вам честно скажу, судя по тому, что я вижу. Это выяснится не сразу, потому что, так сказать, проблемы, они не сразу проявляются. Это большие структуры, долгий период проблем. Ну вот, и уже понятно, что мы, так сказать, в серьезных проблемах, как и весь мир. Весь мир подсядет процентов на 30, я думаю. Мы не исключение абсолютно. Игорь Скальтер пишет, китайские коллеги сейчас быстро запатентуют. Ну, Игорь, тут же дата патентования и страновой приоритет определяется по дате подачи заявки. Я подал заявку 24 января 2017 года. То есть все-таки три с половиной почти года назад. Поэтому все-таки страновой приоритет, я думаю, мы отобьем, если что. Ну, а тогда, конечно, они так с огромным интересом, им особенно понравилось, что вот как бы начинается конференция публично, да, чтобы на весь мир потранстрировали, а потом по отдельным секциям уже убрать с общего вещания. А вот чтобы вожди выступили все на весь мир, они говорят, ну, замечательная идея. А мы тут типа горячимся, разные, так сказать, варианты используем, сети разные, компьютеры разные и так далее. А это все можно делать одной кнопкой. Обаньки, так-то удобно. Вот, поэтому мы вовремя все сделали и, так сказать, выждали три с половиной года и только потом начали рассказывать китайским товарищам. Причем там Игорь Скальпер, там была удивительная ситуация. Они в ответ рассказали о том, как они внедряют онлайн-обучение, и вот сколько лекции разместили, сколько всего. Они, я их спрашиваю, а сколько тысяч просмотров у вас вот по этим лекциям, да? Они смеются. Я думаю, что-то, может, не то спросил. Оказывается, число просмотров измеряется в Китае миллиарды. Сколько тысяч просмотров? Больше миллиарда просмотров? Я потом омер. Ну, видите, тут же не успеваешь перестроиться. Там же масштабы другие. Сколько тысяч просмотров? Я думаю, что они там сейчас после конференции обсудят вопрос русского спикера. Я спросил по нашим масштабам, как у нас, а у них, видите, там, конечно, масштабы китайские. Мы так плохо понимаем, что население, когда в 10 раз больше, оно все сразу выстреливает. Все, коллеги, двигаемся дальше. Следующие новости меня удивили. Ну, прежде всего, Мосбиржа выделила 100 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Мосбиржа, а вы не хотите возместить часть убытков жертвам 20 апреля? Экономическим жертвам 20 апреля? Нет? То есть 100 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом мы выделили. А людям помочь в ситуации с отрицательными целями на нефть? Нет. Странно. Москва удивила. Нет, нет, Игорь Иванович Сечин удивил. Как вы знаете, Игорь Иванович Сечин, руководитель Руснефти, встретился с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 14 мая. Значит, совещание-то было, совещание называлось это. И в ходе этого совещания Владимир Путин, президент России, поручил курировать вопросы генной инженерии, инженерии по-русски, стройнее Игоря Ивановича Сечину. Опа! Руснефть и генная инженерия. Нам надо многому еще учиться, потому что я вообще не понимаю, как это. Далее, друзья, Москва. Вот удивила, она каждый день удивляет, это удивительный город, но тут она прямо удивила. Как вы знаете, в Москве введен масочный режим. Ну, карантин, самоизоляция, масках надо ходить всем и так далее. Без проблем. Ясно, карантин. Но потом выясняется, что Москва купила крупнейшего в России производителя масок. Ммм. То есть, когда мы критикуем дорогую стоимость масок, мы критикуем ООО «Кит», которая принадлежит городу Москве. Причем Москва купила этого производителя еще в марте. А это крупнейший производитель масок в России. И они говорят, да, маски дорогие, но это вопрос к производителю. А то, что производитель принадлежит Москве, Москва не говорит. О как! И тут еще одна инициатива, которая просто меня сегодня свалила с ног. В России предложили ввести новое пособие для граждан на время пандемии. Это специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты. Масок и перчаток. Как все продумано. Карантин с масочным режимом ввели. Производителя масок купили. И, так сказать, пособие гражданам на покупку масок выдали. Слушайте, ну блестящий бизнес-проект. Я вам говорю, нам очень много, нам очень многому надо учиться у руководства города Москвы. Дальнейших комментариев делать не буду, потому что они все такие достаточно жесткие будут. Но удивительно. Во всем мире маски раздают, перчатки раздают. У нас тоже раздают. Например, я был в магазине «Метро», и мне выдали маску и перчатки. У меня были, но я взял на халяву, естественно. То есть тоже есть. Но далеко не везде, прямо скажем. Я считаю, что маски и перчатки должны раздаваться на входе в метро. Это пандемия. Общенародное бедствие. Как можно купить производителя масок и продавать маски, скажем так, по недешевой цене? Это неправильно, на мой взгляд. Все, друзья, двигаемся дальше. Монета вчера показала бай. Бай состоялся. Чему я, кстати, очень рад. Итак, давайте бросим сегодня монету. На этой неделе монета три раза права, а где не права. Замечательно. Бай селл. И посмотрим сегодня, куда идет WTI июньский контракт. Он идет на бай. Напомню, что контракт WTI июньский истекает на Форекс брокерах сегодня ночью. Его закрывает. А официальная экспирация 19 числа. Поэтому сегодня мы еще торгуем, используем график и все. А уже вечером я, естественно, удалю этот график, потому что он в полночь замерзнет. И, естественно, с понедельником рассматриваем только июльский контракт. Макроэкономические новости, коллеги. Сегодняшние пятницы. Смотрим обычно спикеров. Действия Центробанка. ВВП Евросоюза 12.00 ждут минус целых три десятых. процентов, естественно. Ну, Еврик может подсесть на этой новости. Но это не сильно хорошая новость, так скажем. Ну, и все. Да, я спикеров до конца досмотрю. И все. Больше особого ничего нет. На мой взгляд, сегодня можно торговать технике. Потому что, ну, события, которые произошли, даже удивительно, они имели несколько обратное движение. На мой взгляд, это удивительно. Коллеги, доллар подседает. Поэтому продавайте доллар по тем инструментам, в которые вы верите больше всего. Ну, например, в евро. Я думаю, многие поверят. В австралийцы кто-то поверит. В золото кто-то поверит. В нефть кто-то поверит. Абсолютно спокойно все это можно делать. Вы знаете, что я поверил в китайский юань. Потому что он сейчас проигрывает доллару. Но это из-за новости о развиве отношений с США. Я думаю, что рано или поздно. Это, так сказать, ну, во-первых, уже 17 часов прошло после этой новости. Народ потихонечку эту панику переживет. Увидит, что доллар падает. И доллар китайский юань тоже начнет снижаться. Во всяком случае, ставку на это сделал. И доллар китайский юань сам продал. В течение дня будем наблюдать. Доллар рубль также вижу вниз, естественно, в этой ситуации. Вот такой стратегический план на сегодня, друзья. Всем удачи, хорошего настроения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!